Матч ТВ Заброшенные шайбы Третьей шайбы Фанузу Кодирова Она также успела отметиться результативной передачей Помимо Кодировой у россиянок забросили Анна Шохина и Лидия Малявка Мария Сорокина, голкипер российской сборной в первом периоде в игру не вступала По броскам колоссальное преимущество россиянок 12-0 Много штрафа было в первом периоде Россиянки проштрафились на 8 минут, американки на 6 Однажды сборная России играла в формате 5 на 3 Ну и вот в тот момент россиянки открыли счет в матче на точке паритет, между прочим, 8-8 Россиянки фаворитки не только сегодняшнего матча, но и всего турнира Они действующие чемпионки студенческих игр в 2015 году В испанской гранаде россиянки переиграли сборную Канады со счетом 3-0 Канадки стартовали матчем против сборной Китая, победили со счетом 9-1 Также вчера состоялась встреча между сборной Казахстана и Великобритании Хозяйки турнира победили со счетом 11-11-0 Хоккейный турнир стартовал вчера, а открытие универсиады состоится сегодня Второй период, поехали! Ну и вопрос второго периода, наверное, смогут ли американки хоть что-то в атаке продемонстрировать? Я думаю, это уже будет зависеть исключительно от сборной России Если россиянки захотят позволить что-то создать американкам То, наверное, они какие-то моменты отыщут Если же мы продолжим в том же темпе и в том же русле, что и в первом периоде То нелегко придется калкиперам сборной США Амбер Грин 17 сейвов Совершила в первом периоде Вопрос, наверное, даже не в том, захотят ли россиянки А расслабиться ли Потому что, ну, игра удается и игра выглядит победной и никак иначе Сосина Сейчас она по правому борту вошла в зону Прострелила и клюшку подставляла Анна Шибанова На отложенном штрафе работают россиянки Вафина Очередное удаление в матче Баталова Американки даже сейчас до шайбы добраться не могут Баталова едва насквозь не пробила Грин И подбор остается за нашими Баталова, Шибанова Как хорошо ходит шайба Шибанова И вот здесь пас прошел Великолепно, великолепно Уже начали мельчить Сосина могла бросать сходу Но решила сделать передачу на подругу Людмила Белякова Открывалась в отличной позиции Но уже там сели на клюшку Нашему десятому номеру На этом отложенном штрафе в игру вступила Мария Сорокина Она от своих ворот добежала до скамейки И заменилась на шестого полевого игрока Но удалилась Ребекка Сэндон Судя по всему Один из лидеров Американской команды Потому что на большинство Она постоянно выходила Пыталась как-то Угрожать вместе с Николей Мэтьюс Мэтьюс в последнее время Такая хоккейная фамилия Быстро выставляемся в зоне Шохина Но здесь уже американки в свои ворот шайбу отправляют Кэмп неудачно сыграла Ее сейчас поддерживают подруги Расстроена, конечно, и галкипер Но как она могла здесь выручить? Показали и реакцию главного тренера Американок Шелли Лоуни Давайте смотреть, что здесь происходило Вот И вот таким вот способом шайба залетает в ворота Елена Дергачева, по-моему, не успела коснуться Не успела Должна быть шайба зачитана на Анну Шокину Ну да, она, во всяком случае, ее посылала в сторону ворот А там уже дальше, кого коснулось, это не касается Показали все-таки нам Дергачева Но судя по повтору и по синергии момента Анна Шокина должна быть автором забросанной шайбой 4-0 В дебюте второго периода Посмотрим, сколько в этом периоде россиянкам удастся забросить Такое ощущение, как будто бы и не завершался первый период Характер нисколечко не поменялся Ну, кстати, линия судейства тоже нисколечко не поменялась Не прощают судей-хоккеистов Малейший зацеп, малейший толчок Будьте любезны на 2 минуты Американки проводят позиционную атаку Ну, вот сколько там Три передачи прошло Потом уже пришлось вступать в борьбу за шайбу И здесь Инна Дюбанов Крепко в руках держала клюшку А вот и первый бросок каким получается, а? Подзамерзла Мария Сорокина Ну, конечно, тяжело держать себя в тонусе Когда вся игра проходит у чужих ворот Ну, и американки радуются таким образом Как будто бы они универсиаду уже выиграли Кэтлин, автор заброшенной шайбы, посмотрите Вот здесь вот бросила в сторону ворот В ближний угол попала Ну, и, правда, радость американок Первая позиционная атака, которую они завершили броском И сразу шайба оказалась в ворот Ну, и не будем винить Марию Сорокину Все-таки бросок от бросок Кэтлин Эш Получился очень приличный и по силе, и по точности Ну, и вот она, радость американок Да, и поздно реагировала на него Мария Вряд ли она уж так сильно расстроится Да, неприятно Наверняка уже были мысли о том, как бы сыграть в стартовой встрече на ноль Ну, что уж, поделаешь Я думаю, сейчас Шелли Лоуни сказала своим подопечным Я же говорил вам, давайте почаще бросать с любых позиций Но вряд ли подобный номер произойдет во второй раз Что забавно, первым же броском американки забивают Но этот первый бросок во втором периоде произошел Бут Батвинов хороша в борьбе Еще одна атака с численным преимуществом Бут Ну, здесь уже Мария Сорокина шайбу забирает Американки проснулись во втором периоде Забили шайбу, побежали сейчас в хорошую атаку Правда, эта атака у них на самом деле получилась из-за того, что наши девушки шайбу потеряли В средней зоне неточная передача была Контратака получилась у американок И, в принципе, здорово все разыграли Ну, и вот уже Мария Сорокина показала Что один раз, может быть, вы меня врасплохой застанете А второго не позволю Внимание, Мария Выиграли вбрасывание Россиянки Шохина Отличный пас Ну, попадать нужно Вот у нас много таких моментов было В первом периоде, когда Разыграно прекрасно все Но вот в завершающей фазе Не хватает Точности броска Вот здесь Пирогова Вверх, вверх, в дальнюю 9 Молодец Американский голкипер Амбер Грин продолжает ворота защищать Лаурен Аллен Также заявленный сегодня на матч у американок Штарева Уже и попроще играем Дергачева медленно катится к шайбе Ну, и шайба медленно катилась в направлении Елены Расставили в зоне Гончаренко Мощно бросает В расчете на подправление На рикошет Потому что Большое скопление игроков Было перед глазами американского голкипера Грин технично сыграл Слег на щитки Отбило шайбу в сторону Пирогова Шокина Ну, вот так вот Наша девушка успокаивает Приехали к чужим воротам И не спеша Комбинирует Гончаренко Попытка номер два Ну, и здесь Грин на месте Увидела момент Броска И Помехи не случилось Так что Вбрасывание Ну, вот видите Ну, вот так Грин-то уже пропустила Четыре шайбы Но она Выручает Постоянно И по ходу первого периода И по ходу второго И вот сейчас Когда бросок был в прошлой атаке От Нины Пироговой Очень-очень опасный И сильный И Эмбер Грин Спокойно Так Ловушку поймал Лидия Малявка Не глядя Передачу выполняла И несмотря на это Эта передача Оказалась точной Ну, и потом уже Фануза Кадирова С Дюпиной Боролись за шайбу Дюпина Дотянулась Молодец Какая Как будто В большинстве Действуют россиянки И американцы Так прям прижимаются К своим воротам А вот здесь Вновь отрезали Вольцман По широкой дуге Ушла Дюбанок Дан Капитан Американок Не достанет Она Вафину Поэтому Булит нужно назначать Булит Нужно назначать Ну-ка За малейший Укус Гонят на две минуты Здесь две минуты Очевиднейшие И я согласен С тем Что очень похоже Было Это штрафной бросок Я вот тому и говорю За малейший укус Две минуты А Вафина Здесь убегала Один на один С вратарем Она преимущественно Заработала Да и здесь Было повторное Нарушение правил Ладно Кассандра Дан Будет поправлять Амуницию Так В дальний угол шайба летела. Чуть-чуть не хватило Марии, чтобы пятую управить в ворота сборной США. Студенческой сборной США. Питерской сборной США. Шиманова. И еще один быстрый Баталовый. Опять же в тот же самый дальний угол и вновь не точно Шиманова. Практически минуту сыграли в большинстве. Новое сочетание выпускает налет частяков. Вафина. Так, не спеша, прогулочным шагом. Укатила за ворот, оставила шайбу подруги. Меняемся по ходу наступления. В тачке пока никого нет. Вот сейчас туда покатила Шохина. Теперь она открывается под передачу. Елена Дергачева постарается закрыть обзор. Ну-ка! Ах! Укатила уже за лицевую Штарева. И с отрицательного угла, конечно, тяжело было шайбу направить в ворот. Тем более еще в движении. Там что-то с Алифтиной произошло. Видите, она так прихрамывая, укатывала на скамеечку на одной ноге. Пирогова. Ту-ду-ду! Точно в воротаря. Все нормально. Вот здесь ткнула, да, галкипера-американок Елена Дергачева. Что же там с Алифтиной случилось? Так бросок был от синей линии. Шайба как раз попала от Валентину Штарева. Вот здесь, смотрите, она, возможно, поэтому и не забила. Хотя, посмотрите, она попыталась момент до конца доиграть. Она эту шайбу контролировала. И только доиграв момент, скинув шайбу Анни Шокиной, Штарева поехала на смену. Но бросок был достаточно сильный. Больно до слез. Прямо. Ай-яй-яй-яй-яй. Бенчаренко. Бегламборд не сломала. Сосина. Да, одна позиционная атака российской сборной сменяется, другой. У американок даже возможности нет выбросить шайбу из зоны Сосина. Ольга вообще везде успевает. Справа, слева, на позиции форварда, защитника. Сейчас спятачка ближнего атаковала. Дергачева. Шокина. Низа. Ну, внизу хороша, кстати, грин. Но не всегда. Анна Шокина точно после такой комбинации забила первую шайбу в этом матче. И как раз тогда бросок пошел низом. Сосина. Хотел уже вложить ее в крюк шайбу. Ну, зекодировай. На перехвате Дюпина. Бросок с неудобной руки. Тут же не... Ух, еще Дюсейф, а? А, Бергрин-то как в игру вошла? Ничего бы не вошло такое количество бросков. Хочешь, не хочешь, придется выручать. И грин доказывает, почему ее не поменяли. Хотя она пропустила уже в первом периоде три шайбы. С другой стороны, мы пока не знаем, да? Уровень второго галки, короче. Штат. Вот, отлично! Не смогла обработать шайбу у Людмилы Гелякова. Так бы случился еще один выход. Один на один. Головокружительная игра сборной России. Ваффина. Ловим на смене американок Сосина. Выстраивает команду в зоне. И пятая шайба. Людмила Гелякова показывает, что она, она отправила шайбу в ворота. В ворота. Там на дальнюю штангу еще одна российская хоккеистка катила. Так что, если бы не Гелякова замыкала, возможно... Возможно, шайба все равно бы оказалась в воротах. Передача-то была от Сосиной. Вот это как раз прострельный на патачок. Давайте смотреть. Вот Людмила Гелякова на патачке. Да, абсолютно верно. Ей в ногу попало. Но на дальней штанге находилась Нанна Шибанова. Вообще, такая фирменная передача от Ольги Сосиной по сегодняшнему матчу. Да, вот она смещается немного в середину. И потом по диагонали на дальнюю штангу делает передачу. Забавный второй период тем, что, ну, во-первых, американки забили. А вот еще одна. Лептина Шнарева на площадке. И вот я хочу договорить. Наши девушки забили две шайбы, но по воротам не бросали. Что шайба Шохиной там в сторону ворот пошла, и американки самостоятельно ее в свои ворота отправили. Что сейчас Людмила Гелякова ей просто в ногу попало. Но все равно мы отвечаем, что передача была акцентированная на дальнюю штангу. Как говорится, трафик был перед воротарем. И вот любой рикошетной пятачкой всегда опасный в любом хоккее, что женском, что мужском. И Мамбер Грин на втором периоде не ведет, хотя она выручает раз за разом. Ангелина Гончаренко уже с поднятой головой. Алектина Штарева. Ну все, обошлось. Так неприятный бросок. Тут в область коленов шайба угодила. Алектина мужественный эпизод доиграла до конца. И вот здесь она возвращается в оборону, подбирает шайбу и начинает очередную атаку российской сборной. Здесь навязывают борьбу Ангелине Гончаренко. Она сбрасывает с себя бут. Дергачева на противоходе. Хотела поймать Грин Штарева. Шохина. Дюпина. Шохина. Не выдержала одна американка. Рванула на Шохину. Ну вообще довольно неплохо мы пользуемся, как бы, за воротами. Нам удается на всю пятерку развернуть на собственного галкипера американок. Ну и вратарю тяжело, потому что она не видит, как входит шайба. Грин, выкатившись сейчас из ворот, на пару метров выручила. Российская команда с таким мастеровинением продолжает атаковать. Смолявка, Фануза Кадирова. И вновь Кадирова. Бьет в буквальном смысле по шайбе сейчас. Все девушки хотя бы отметятся результативными действиями. Сегодня есть такая возможность. Игра получается. Лобова. И на Дебанова. И здорово меняется российская команда. Посмотрите, по ходу атаки в чужой зоне уже три хоккеистки успели поменяться. Что уж говорить, мы по ходу первого порой вот таким же способом действовали. Хотя лавка была гораздо дальше. Да, хороший контроль шайбы позволяет российской сборной по ходу атаки обновлять состав. А вот у американок такой возможности сейчас нет. Там уже многие на прямых ногах катаются. И бледный вид-то имеют. И нет возможности даже шайбу из зоны выбросить. Сосина. Ваталова. Вафина. Избавилась Александра от шайбы. И покатила на пятачок. Насчет хорошего катания. Вскоре Вафина встречается шайб. Видишь, что бросается в глаза, да, что команда разного уровня. Вот я хочу сказать, что Эмбергрин, галкиберсборца США, уровня очень приличного. И опять сейчас выручила. Ваталова. Вафина. Шайба взмывает воздух. Американки зачистили пятачок. Но опять же шайба уходит в угол. Где ее подбирают россиянки. Гончаренко. Семь сорок минут. Семь минут и сорок секунд до завершения второго периода. Пять-один. Красиво играет в стартовом матче на Универсиаде в Алмате. И четыре минуты продолжается позиционная атака сборной России. И уже третья смена идет по ходу этой атаки. Просто фантастика. Американок продает. Сил нету даже шайбу пробросить вдоль борта. Шохина. Ну вот сейчас. Бегом меняться. Все, все побежали. Все американки побежали в сторону своей скамейки. Удаление. Стоило ожидать. Но даже сменились. Но все равно столько в своей зоне обороняться не получится. Просто в рамках правил. Убегала вперед Алектина Штарева. И на ней были правила. Дорожь. Повязали. Повязали. Красивое русское имя. Алиса. Да. Она сегодня не в стране чудес. Ну и показали нам Лорен Аллен. Запасного голкипера сборной США. И вот. Еще раз можно посмотреть на ее лицо. Я думаю, что в какой-то мере она даже счастлива, что в этой встрече не она защищает ворота своей команды. Да, не исключено после столь сложного матча. Она как раз примет участие во встрече со сборной Японией. Там, судя по всему, будет разыграна вторая путевка в полуфинал. Еще раз напомню, друзья, в группе, где выступает сборная России, три команды. Две команды выходят в полуфинал. Российская команда уже обеспечила себе участие. Там, одержав победу над сборной Соединенных Штатов Америки. Мы понимаем, что времени еще достаточно, но понимаете, что, сродни чуду, будет американкам эту игру спасти. Открытым остается лишь один вопрос. С каким счетом российская команда сегодня выиграет? Будет этот счет двузначным или нет? Узнаем, узнаем. 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 Скоро. У меня вот еще никогда не было такой возможности сказать, что сборная России сильнее сборной США. Хотя бы потому, что россиянки забили шайб. Чужие вороты больше, чем американки бросили поворотом сборной России. Дергачева. Здорово. Штарева попадает сейчас в соперницу. Сабрена Кэмп. На линии огня оказалась. Штарева. Баталова. Вот на синей линии просит шайбу Анна Шибанова. Получает ее. Жохина прекрасно сыграна. Но вот, видите, довольно жесткая передача. И шайба перепрыгнула через крюк. Клюшки Алифтины Штаревой. Баталова. И опять, да? По ходу пьесы меняем состав. Вот они, свежие силы, брошены на площадку Алексеем Чистяковым. Баталова, Шибанова. Очередуем поперечные передачи с продольными. Шибанова. Там еще и одну американку подстрелили. Здорово. 6-1. Александра Вафина добивается успеха. Я вот только хотел сказать, что настолько серьезные преимущества, что лишний раз даже делают передачу. Хотя, если бы играли попроще, бросали бы из-за опасных позиций, то забили бы на порядок больше шайб. Но здесь все разыграли просто великолепно. Великолепно. Посмотрите, передача от Баталовой на другой борт. А оттуда передача уже на Вафину в касание разыграна. И как бы хороша Эмбергрин не была при игре снизу, что мы отмечали, но когда тебя так разрывают, когда идет бросок в касание, очень тяжело. Да, немного не успела она присесть. Шайба между щитком. Заскочила. Меньше пяти минут на игру. А во втором периоде остается. Ну, россиянки верны себе. В первом периоде три заброшенные шайбы. А во втором периоде три заброшенные шайбы. Правда, во второй минутке капитулировала Мария Сорокина, не справившись с первым же броском американок. Ну, подзамерзла. Мария... Мы ее, в общем-то, и не называем практически, да, потому что повода нет. Кодирова. Пирогова. Кончаренко раздадить плечо. Лидия Малявка могла сейчас оформить дубль. Сэндон. Майерс. И опять шайба у российских девушек. Шлахин. И опять через защитника, опять через Ангелину Гончаренко. Та не стесняется бросать. Вот кто уж действительно, да, играет в североаминканской манее. Есть возможность для броска у Ангелина. Она не стесняется. Поливает. Будь здоров. И вообще хочу сказать, что вот у Гончаренко и у Марии Баталовой у меня такое впечатление, что эти наши девушки больше всех по воротам бросают. Потому что американцы постоянно прижимаются к своему голкиперу. На синей линии у защитников появляется свободное место. Им идет передача. И то, что Гончаренко и Баталовой еще не отличились, но это, конечно, просто дело времени. Просто просто постоянно по воротам бросают, причем достаточно сильно. Неплохо. Неплохо. Большинство уже заработали американки. Опасно было. Агустин с хорошей позиции наносил бросок по воротам, но удачно себя Мария Сорокина под этот выстрел подставила. Но отметим сразу же работу американок. Еще на своей синей линии была выиграна борьба у борта. И Елена Дергачева вот здесь вот правила нарушила. Убегала к воротам Кэтлин Эш, девушка, которая как раз сегодня отличилась у американок. И вот, кстати, мы говорили про Гончаренко, как она здорово действует в чужой жене. Именно она передачу перехватила при выходе 2 в 1. Эш. Помочь нужно Марии. А вот и повод сказать о Марии Сорокине. Уверена справилась с броском. Шайба перед ней откачила. Она ее накрыла. Да, там и партнерши по команде, в принципе, на патачке действовали здорово. Вот, знаете, вот шайба отскакивает. И вот действие как раз уже баталывает. Это не позволило сопернице подъехать на патачок и совершить добивание. Что-то горячо было у российских ворот. Молодцы. Развезли по углам американок. Там МакАртур нагнетала обстановку. Вот сейчас МакАртур была ближе всего к Марии Сорокиной. Но вот работенка появилась у голкипера российской сборной. Мария Сорокина у нас представляет «Динамо» из Санкт-Петербурга. Отыграла на ноль. Первым в истории женской хоккейной лиги матча звезд. На пару с Надеждой Александровой. А вот сейчас выбросила шайбу подальше Елена Подкаменная. Мы ее, по-моему, даже и не видели в первом периоде. Не так много времени она получала, потому что там практически весь период команды играли в неравных составах. То у большинства, то у американок. А Елена Подкаменная не входит ни в одну из спецбригад. Вот этим и объясняется ее нечастое появление на площадке. Две минуты до завершения второго периода. Да и 45 секунд остается у американок на игру в большинстве. Агустин. Не смогла удержать шайбу в зоне. Мэтьюс под давлением ошибается. Мэйерс. Хотя бы американки почувствовали, что такое игра в атаке. И шайбу нельзя трогать. А вот теперь уже включается в борьбу после небольшой паузы Ольги Сосина. Мэйерс. Опять не пускают американок к воротам россиян. Вот здесь выиграна борьба и уже Буд с хорошей позиции бросает. Тут же садится на щитки Мария Сорокина. Готовить к повторному броску, но он так и не состоялся. Вообще грамотно россиянки выжимают своих соперниц к портам. А оттуда уже, конечно, тяжело какую-либо угрозу создавать ворота Марии Сорокина. Но сейчас эта угроза была, и она была только... Потому что россиянки ошиблись в передаче. Но бросок пошел не точно. Шайба подобрана. И быстро атаку провели Людмила Белякова. Прострельная передача на Александру Вафину. Та клюшку под этот прострел подставила. Но полетит шайба под перекладину. Я думаю, 7-1 шайба поставила. Шибанова продолжают россиянки методично атаковать чужие ворота. И вот, опять же, классическая комбинация российской сборной по сегодняшнему матчу. Если у игрока обороны нет, бросок прямой нанести, то следует диагональная передача на дальнюю штангу. И многие из этих передач проходят, ходят. Бросала в касание Ольга Сосина. Шайба попала в Келси Джейкл. Но еще один бросок унесла Сосина. И тут уже в игру вступила Эмбер Дрин. Взяли россиянки числом. Не позволит добраться до шайбы Дан. Белякова в упор бросает. Прямо в галкипера. Чуть в сторонку возьми. Тяжело пришлось бы говорить. Белякова в Афина. Завершается. Завершается второй период матча. Еще раз, друзья, напоминаю, мы в прямой трансляции смотрим за стартовой игрой женской сборной России на Универсиаде в Алмате. Первая встреча на групповой стадии. Встречаемся с американками. И после 40 минут игры уверенно побеждаем. 6-1. Отдыхаем.